всем здравствуйте надеюсь меня видно и слышно если можно можете мне какой-нибудь сигнал подать что меня слышно отлично супер значит можно начинать я всех приветствую здесь у вас настроение хорошее вот и есть желание познакомиться с мальдивскими новостями буду вам сегодня рассказывать про отель конрад на мальдивах и также буду отвечать на ваши вопросы если у вас какие то есть пишите их в чат я буду если где-то я какой-то может быть вопрос буду стараться смотреть в процессе да если что-то вдруг не увижу то тогда вернусь потом к вашим вопросам чуть позже не отвечу уже после после нашего санку полностью после презентации вот ну я думаю что вы про отель кондат мальдивы слышали потому что он можно сказать был пионером на мальдивском на мальдивском рынке кондат это люксовый бренд хилтона вот так что мы принадлежим это глобальные цепочки и давайте может даже я думаю для начала хочу вам поставить видео чтобы она у нас про отель чтобы вы посмотрели как это выглядит подгрузится так Продолжение следует... 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 на мелком там, либо, да, поиграться в воде, вот, покупаться. По пляжу рассказала, вот, по пляжу рассказала, и дальше у нас категории Grand Water, это вот они вот здесь вот находятся, рядом со СПА, здесь у нас один из СПА. Также я хочу обратить ваше внимание, что у нас дублируется инфраструктура, у нас есть СПА здесь, на другом острове, два ресторана для завтрака, один здесь, второй, соответственно, на другом острове, вот, спортивный зал точно так же, два их, два бассейна, то есть у нас есть где пойти в рестораны и в СПА и так далее на обоих островах. И после реновации, кстати, вот этот у нас остров с водными виллами, он становится у нас островом только для взрослых, за исключением того, что вот в ресторан на завтраке можно с детьми ходить. И вот здесь у нас вот две виллы такие двухспальные, большие находятся, тут у Бедрома и Галя Ужен Павилен, здесь мы тоже селим семьи с детьми. Вот, поэтому уже, наверное, все рассказала. Кстати, из последних новостей я могу сказать, что у нас буквально коллеги слали мне видео, как, собственно, плавала, приплыла большая китовая акула. Знаете вы или нет? Она вегетарианская. Вот, кстати, поставьте мне какой-нибудь значочек, может, кто-то видел, был на экскурсии с большой китовой акулой и видел своими глазами. У кого-то есть такой опыт из здесь присутствующих? Можете мне в чат поставить, не знаю, единички. О, есть! Вот вижу, Наталья. Наталья, здорово, я очень рада. Я тоже, просто у меня был такой опыт, тоже расскажу позже, когда мы вернемся. В общем, у нас в Атоле как раз это Атол с большими китовыми акулами, и, соответственно, у нас есть экскурсия. А, да, я отключила видео, когда показывала другое наше видео. Вот, вернемся дальше к моей презентации. Хочу сказать, что в прошлом году у нас закончилась реновация. Вот, полностью у нас была поэтапная, закрывали блоками вилла. И, наконец-то, в прошлом году все закончилось. Вот, и полностью обновили, да, оба острова и рестораны, инфраструктуру. Так что, Конрад, вы можете уже продавать полностью обновленный отель. Наша стартовая категория на пляже – это бич-вилла. Здесь у нас, получается, на что хочу обратить ваше внимание. Во-первых, у нас на бич-вилле есть такая зона отдыха, здесь диван. И вот эти шторы закрываются, получается, более приватное пространство, да, для эксперимента, если там кто-то, ребенок, например, спит, можно, получается, его таким образом от родителей отгородить. Стартовая наша вилла идет без бассейна. Есть вот такой павильон для купания, как вот справа, видите, девушка отдыхает. Это такая ванна на улице, большая. Вот, и, да, здесь у них есть своя терраса, выход на пляж у каждой. Вот это у нас спальня, получается, вот эта зона отдыха. И уже дальше мы уходим в ванную и на улицу, и на душ, и павильон для купания. Мы размещаем здесь 2 плюс 2 в этой категории. И что еще хочу отметить, что эти категории, они у нас находятся в блоках у 4-5 вилл. И, получается, рядом будут у нас соседние вилла. Вот, то есть они идут стенка в стенку рядом с соседней виллы. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Следующая категория, одна из таких любимых нашим, любимых нашими гостями, это Deluxe Beach Villa с бассейном. И здесь уже, вот мне предлагают компьютер сейчас, давайте я все-таки отключу свое лицо, потому что какое-то показывает нестабильное соединение. Вот, останусь с вами пока на аудиорежиме. Смотрите, да, Deluxe Beach Villa. Здесь также была реновация, соответственно, как и везде. Получается у нас, она в 2 раза больше предыдущей категории. Здесь уже появляется бассейн, как вы видите. Она очень светлая. Если вот эти шторки отодвинутся, по периметру будут окна в пол. Фактически буква П, да, и только вот эту зону, которую вы видите, это уже зона такая неосвещенная, потому что там другие помещения находятся. Вот, это уже 300 квадратов. Бассейн, спальня, ванная комната. Здесь есть душ на улице, душники. И вот такой павильон для отдыха с дневной кроватью. Здесь мы размещаем 2 плюс 1. Здесь уже нет такой зоны отдыха, как предыдущая вилла. Ребенка мы можем, мы размещаем туда в спальне с родителями. Можно диванчик вот здесь, например, постелить. Вот, да, как бы вот здесь вот мы размещаем. На базе этой категории были у нас построены 2-х спальные Deluxe Beach Villa. В bedroom Deluxe Beach Villa. Здесь уже появляется второй вот такой домик с твин спальнями и двумя кроватями. И у нас недавно в этом домике еще дополнительно сделали второй санузел. Раньше его не было. Не знаю, может быть, вы слышали, кто-то не слышал. Но имеете в виду, что у нас вот прямо здесь, да, появилась ванная комната. Душ, туалет и, соответственно, вираками, как видите, на картиночке. Если смотреть в плане, помните, у нас здесь была зона отдыха в Deluxe Beach Villa, а в двух спальнях вот как раз в этом месте стоит вот этот домик. Он, соответственно, меньше по площади, чем основная спальня. Это семейная вилла, да, то есть мы не предлагаем его равноценно для компаний. Это для семей, может быть так, когда взрослые дети, или там няня, или бабушка, да, смотря, кто поехал с этой семьёй. И следующая категория, это у нас уже наш 3-bedroom beach suite. Смотрите, это самая большая наша вилла на пляже, почти 700 квадратов. И здесь можно сказать, что это как вот наш 2-bedroom предыдущий, да, вот этот спальня в доме. Так, вот, ещё одна. Здесь большая костинная и вот такая Deluxe Beach Villa, то есть это как вот такое соединение. Мы раньше продавали, у нас была категория Junior, сейчас мы её не продаём, да, то есть здесь у нас, поэтому такая большая, два бассейна, терраса, соответственно, да, вот здесь у нас вот такой вот проход там между ними. Получается такая большая вилла, 6 человек мы здесь размещаем. По оплате вопрос, смотрите, у нас есть оплата по картам UnionPay российским, вот, QR, такого я не слышала. Могу узнать, ещё никто не спрашивал про QR, вот. Просто QR, это же, насколько я знаю, это же российская система у нас. Вот, и так, и, конечно, при заезде есть депозиты, да, обязательно мы депозиты на чекине снимаем. Это зависит от того, да, соответственно, если броня оплаченная зачастую, это так, да, через агентство мы используем проплаченное броня. При заездом, если там хаффборд у них, или туфборд, или там какое-то питание, от этого зависит, какой депозит мы снимаем в день. Так, после нашей вот этой все пропляжной виллы я вам рассказала, на вот этом острове у нас, соответственно, и дальше мы перейдём к этому блоку Гранд Паттер Виллы. Здесь у нас спа, и вот это, собственно, основное, это виллы. И здесь, знаете, ещё на этом фото видно нашу виллу Мурака с подводной спальмой. Вот здесь вот она отдельно стоящая вынесена, потом ещё расскажу поподробнее. Гранд Паттер Виллы. Здесь, чем они отличаются? Они есть у нас бассейн, есть джакузи. Джакузи мы не указываем, это просто Гранд Паттер Вилла называется. А та, что с бассейном, как и написано, выиспул. Ну и, собственно, как они выглядят, да? Они двухкомнатные все, вот этот блок, это все Гранд Паттер, вот, рассказывает про различие внутри. Но они абсолютно все двухкомнатные. Вот это вот у нас стартовая гостиная плюс спальня. Размещаем здесь три человека. Я могу, хочу, вот, сюда вот добавить, когда я была в отеле, да? Вот это такая вилла, где вы, вот, как будто максимально погружаетесь в этот красивый океан. Потому что здесь, да, очень много соединения с водой. То есть вот в спальне, типички, лежит на кровати, и здесь видно. Море, зубы чистите, тут тоже море видно. Вот, и уже здесь, ну, соответственно, терраса отдельно. Вот, то есть отовсюду есть этот вид на воду, на море, при этом с окнами в пол. Вот, следующая категория, видите, она выглядит абсолютно так же, только разница будет то, что у нас здесь в бассейне, террасе. Там было уже тоже. И следующая категория, это у нас ту-бедрум. Здесь, соответственно, вместо у нас гостиной будет спальня. То есть две спальни. Получается, вам лучше покажу на плане. Заходим. И вот у нас вот здесь, получается, основная спальня. Есть ванная комната, проход и твин спальня вторая. Они точно так же есть с шакузи, вот ту-бедрум-потребилла на шакузи. Следующая двуспальная с бассейном. Это тоже отдельная категория. И дальше переходим вот на наш остров, который, да, вот, собственно, был последним реновирован. И в феврале прошлого года открыли мы уже все. Здесь у нас только водные виллы, напомню вам. Вот у нас небольшой здесь пауэр-вотер с прозрачным полом. Здесь есть кабинеты. Вот. Бассейн, вот, кстати, его немного здесь видно. И здесь по водным категориям у нас получается закат. Вот с этой стороны, да, отсюда будет наискосок. И у нас есть ряд вилл Санрайз, вот с этой стороны, в лагуну, которая выходит. А все остальные, это будет закатная сторона. Вот. И, да, просто, ну, здесь у нас есть сторона. Здесь там дальше будет риф. Вот. Вот мы водные продаем, да, там будет разделение Санрайз, Санцет. Вот. А в пляжных мы так не делаем, потому что у нас густая растительность на острове. Они стоят, да, в растительности их с виллы непосредственно. Закат и рассвет не видно. Для того, чтобы увидеть его, нужно выйти, да, выйти на пляж. Вот так выглядят обновленные водные категории после реновации. И наша уникальная вилла, это Мураха с подводной спальни. Вы, наверное, уже многие слышали. Она у нас трехспальная. Здесь у нас может разместиться 6 плюс 3 максимально. Получается, вот это у нас надводный этаж. У нас вот раз спальня. Вот вторая двинспальня. Тоже с вами комната мне каждая. Гостиная, столовая, зона большая. Терраса с бассейном. И дальше у нас вот здесь проход. И идет лифт и винтовая лестница вниз, под воду. Есть еще одна терраса на закат с этой стороны. Это к настросветной стороне. И что, что еще хочу сказать. Здесь есть профессионально оборудованная кухня. И шеф-повар готовит завтраки для гостей прямо на кухне. То есть у нас получается, можно какие-то пожелания у гостей могут оставить. Этот завтрак не везут ему ни из какого ресторана, чтобы по дороге не остывает. Все прямо с пылу шара и сервируют на вилле там, где кости захотят. С этой стороны у нас есть небольшой тренажерный зал. Небольшое помещение каком-то для персонала. Например, если они приехали с няней или читали с английского. Неважно, кто кого с собой привозит. Это мы не считаем как количество спален. Это дополнительное помещение для персонала. По питанию Яна я освещу чуть позже. Мне будет следующее потом, после лет. Здесь у нас, да, вот это у нас, значит, мурака, собственно. Вы видите, да, очень современный лаконичный дизайн. Специально была там подобрана коллекция бокалов для этой виллы, Ридалевская. То есть материалы и, да, все, что тут использовано, там, мебель, бассейн, белье. Это был особый подход и особый выбор. Вот. И под водой, вот еще у нас вот такая большая спальня, 100 квадратов. Мы спустились на лифте или по лестнице. Здесь будет еще гардеробная комната и ванная комната. Соответственно, спальня и такой вот лаунж в виде кинотеатра. Видите, ванная комната у нас тоже с прозрачными стеклами. Видно отсюда. И лаунж, где можно посмотреть на рыбок тоже. Ну и, собственно, вот она так вот отдельно стоящее выглядит. У них есть свой баги. Естественно, да, у них есть сервис 24 часа, батлер, который с ними максимальное время проводит и все запросы повторяет. Здесь, вот в плане, это, получается, сторона рифа, чтобы живность, конечно, приплывала и посещала. То есть недалеко тоже и дополнительно еще кораллов посадили после того, как эту рифу здесь установили. Здесь есть отдельная платформа для гидросамолетов. Не общая, общая у нас вот здесь вот на мостике посередине. А здесь еще непосредственно для гостей. Если они берут частный гидросамолет, то они прилетают прямо сюда, он приземляется. Ну и про питание. Вот, Конрад известен, да, тем, что, можно сказать, такой гастрономический вариант отдыха. У нас есть 12 вариантов питания, да, которые имеют у рестораны, бары и так далее, которые можно предложить. По тому, что есть сейчас. У нас есть хавборд, естественно, фулборд и пакеты напитков. Фулборд плюс полный пакет напитков можно продавать как all-inclusive. Сейчас я вам все объясню, как работает, да, и мы к этому еще вернемся. У нас новая концепция появилась в октябре прошлого года, Dime Round. Соответственно, ужинать можно, кроме шведского стола, также в пяти all-acart ресторанах на выбор. И остается депозитная система в ресторанах, например, в том же подводном ресторане он не входит в выбор купить all-acart, да. Но в нем можно использовать депозит. Также у нас, да, соответственно, хавборд, завтрак, ужин без напитков. И про ужин я вам рассказала. Вот. Это и фулборд, это у нас будет обед и ужин без напитков. И обед у нас еще можно, да, в одном из четырех баров и ресторанов выбрать, да. То есть это будет как с отменив. И также у нас появились снова расширенные пакеты напитков. Есть безалкогольный вариант со свежевыжатым, пожалуйста, соками, молочными коктейлями, мактейлями, смузи и так далее. Вот. И полный пакет, это, соответственно, включается и безалкогольный вариант и алкоголь. Там достаточно большая выборка, вот, из чего можно выбрать. Из крепкого, вот видите, я тут перечислила, вот, кромджин и так далее. Виски, коньяк, все это. Есть коктейли тоже. Очень красиво у нас ребята делают и общаются с гостями на тему того, как коктейли можно преподнести, как, чего бы им хотелось. Вот. Соответственно, здесь у нас есть карта коктейлей и, конечно же, выбор по винам. Как работает этот пакет? Пакет, если вы гости, да, во-первых, он идет только для тех, кто на хаффборде. Или фулборде, да, уже, соответственно, может его добирать. И помимо, там, обеда, ужина, где гости, да, находятся, они получают пакет, также он лежит на баре. На двух барах, это у нас Рангали бар и на втором острове Клайдзон, только для взрослых. Вот там также лежит этот пакет напитков, и его можно, пожалуйста, в течение работы бара заказывать неограниченно. Из этого не будет, из этого пакета, соответственно. Вот. Надеюсь, я понятно рассказала. Если какие-то вопросы по питанию, пожалуйста, спрашивайте. Также я вам рассказывала, что у нас два ресторана для завтраков есть. С этого есть Алла-Карта. Алла-Карта у нас вот на острове для взрослых. Но детишек мы на завтрак туда все равно принимаем. А дальше, что, 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 можно, соответственно, сегодня там в одном ресторане, завтра в другом, при желании. А для такого разнообразия сделано. И вот, собственно, наши прекрасные рестораны. Это наш китайский, современный китайский кухня, брендшер, джерри миллион. Винный погреб у нас не один. Вот это у нас чизен вайм. И здесь мы предлагаем фондю. Да, вот такие какие-то тапы, закуски. Вот такие сырные вечера. Здесь так получается свежо в этом погребе. И горячее фондю очень прикольно заходит. И рядом у нас ренгали-бар. Здесь тоже можно обедать, кушать не только напитки. И, конечно же, наш фирменный подводный ресторан. Шведский стол от Тон Маркет. У нас есть он и внутри, и снаружи, между прочим. Тут очень вечером очень миленько на улице с этими столиками и огоньками. Такая очень хорошая тропическая атмосфера. Ресторан Санцет Гриль, кстати, особенно наши туристы его любят. Наверное, не только из-за того, что здесь Санцет, да, и, понятно, есть вид на закат. Но здесь вот такие вот, видите, небольшие террасы на воде. И здесь вот такая особенная атмосфера, где можно посидеть, посидеть за закатом. Ну, по еде понятно, что это все другие. Это и морепродукты, и мясо. Велосипедов у нас нет на острове, к сожалению. Дальше. Дальше вот этот прекрасный ресторан, это в зоне спа. Здесь все про здоровую, органическую кухню. И это мы переезжаем на остров для взрослых. Здесь у нас получается такой вот японский ресторан Тепандяки Кофу Гриль. Также здесь у нас находится винный погреб с большой коллекцией вин. Здесь проходят ужин и дегустации. И, например, там идет wine pairing. Обычно задают тему какого-то вино, и к нему специально готовят ужин. То есть не наоборот, да. И получается холодная закуска. Например, одно вино горячее, другое, основное следующее и так далее. Вот. Пакеты напитков, Ольга, смотрите, их наоборот приобретают. Все можно приобрести заранее. Пожалуйста, вы через туроператора все заказываете. И это будет выгоднее гостям заказать заранее, да, через туроператора. Потому что на острове у нас все будет дороже. Фактически это будут все цены плюс-плюс. А вы знаете, какие налоги на Мальдивах. Вот. То есть то, что вам оператор цену дает, да, она дешевле, чем то, что гости платят напрямую на острове. Поэтому рекомендую заказывать их заранее. И дальше наш бар Quiet Zone. Здесь, соответственно, у нас вот эта зона только для взрослых. Спис-бар и вот бассейн. Красивый, да, красивый пляж. Также, как вариант питания, мы предлагаем у нас вот такое накрытие. В определенные вечера мы ставим столики на пляж. У нас есть ужин лобстеры, шампанское или гриль барбекю. Вот, да, такой крутой рыбацкий вариант. И также есть несколько локаций на островах, где можно поставить, да, и, соответственно, строить вот такой вот пляжный ужин. Ну, и по развлечениям, да, у нас, вот, возвращаясь к нашей большой китовой акулы, напоминаю вам, что она у нас не ест людей. Она питается планктоном, вот, и, да, вот как раз в Южном Ариатоле, где находится Конрад, водятся эти акулы. И обычно, чтобы ее посмотреть, берут экскурсию, да, чтобы отправиться туда и посмотреть. У нас отель очень богатый, в отеле очень богатая фауна, да, есть и черепашки, и разные рыбки. Вот, видите, и манты. Манты еще вот приплывают и плавают у нас под мостом между островами, тоже такое дополнительное развлечение для гостей. Вот, а в этот раз, видите, даже большая китовая акула приплыла, все гости были прям в восторге. И получила несколько видео, как это все снималось. Вот, так что, очень прикольно. Ну, и, конечно же, у нас есть большое разнообразие водных видов спорта. Все, что не моторизировано бесплатно, с мотором идет за дополнительную стоимость. Да, два спа-центра, то, что я вам уже рассказывала. И еще, вот, кстати, из новостей последних, это то, что в этом году у нас будут такие, уже у нас первые приезжали, такие волно-специалисты. Они приезжают в определенное время, то есть они не весь год на острове находятся, да, то есть это бестевые визиты. И они примерно на месяц приезжают и проводят различные интересные практики в зависимости от их специализации. То есть вы видите разные кандалини-йога, и аюрведа, и натуропатия, смотря кто что, и медитация, рейки, саунд-хилинг. То есть в зависимости от того, на чем специалист специализируется. Даже вот есть вот соединяющий ритуал для парень, интересно, что же это такое. Вот, есть ссылка с расписанием, вот, поэтому можете запрашивать. Это все есть на нашем сайте, на сайте отеля. Я имею в виду расписание и описание по каждому из приезжающих специалистов. Большие китовые акулы, у них все-таки больше сезон сейчас, в зимнюю, да, вот, то есть осень. Ну, вот, то, что вот эти полгода, да, мы берем, ну, даже, может, не полгода, а нет, декабря, да, и вот, получается, на зимний период, я думаю, по апрель, где-то так. Но при этом большую китовую акулу можно увидеть и летом, то есть это, ну, как бы их просто больше в этот период и больше шанс. Я, например, в свое время, когда вот у меня была такая экскурсия, как большую китовую акулу, я ее в августе увидела. То есть, ну, тоже можно. Ну, и, конечно же, у нас есть спецпредложения для молодоженов, от шести ночей, шампанское, фруктовые тарелки на заезде, украшают очень, декорируют, да, красиво кровать, да, комнату для них. И также предлагают романтический ужин для них из трех блюд и депозит 100 долларов на них за пару, да, на экскурсию или спа. Также хочу обратить внимание, не так давно у нас появился клуб для подростков, детский клуб был, его обновили, вот. И есть у нас клуб для подростков по 2 до 16 лет еще. У них есть расписание занятий, там проводят занятия, и аттракционы там включают, я имею в виду, вот такие водные штуки, да, где они играют. Есть у нас бейкинг-классы, да, где они, например, пикут капкейки отдельно, да, есть как бы и для деток, есть такие и для тенейджеров, потому что тенейджеры тоже любят что-то такое делать. Конечно же, есть видеоигры, настольный футбол, там настольный теннис у них стоит в клубе. Вот это две такие отдельные зоны для одних и для других. И наши СПО, они у нас немножко там делятся периодами, но фактически получается, что идет скидка 21% сейчас на проживание и 25% скидка на гидросанолет, плюс бесплатный хаффборд. Единственное, что имейте в виду, что хаффборд у нас бесплатный для всех категорий, за исключением бич-вилла и санрайз-вотер-вилла. Летом санрайз мы исключаем, но если мы берем про пляж, то это популярно. И есть исключение по дате на пасхальные европейские каникулы с 31 марта по 9 апреля. И есть уже спецпредложения на Новый год, на следующий с 21 декабря по 9 января. Уже даже кто-то присылал нам запросы, расчеты и какие-то бронирования есть. Так что имейте в виду. Яна, спасибо за ваш вопрос. Про косметику в номерах. У нас, кстати, поменялась косметика в номерах. Сейчас у нас используется скандинавский люксовый бренд Bayredo. Я не знаю, слышали, наверное, про такой. Сейчас мы его используем, но вот эти мисты их, это, знаете, ароматы, которые ароматизируют общие зоны. Там спа такое делают и на ресепшн. На завтраке у нас игристо идет за доп. плату. Так, читаю вопросы ваши, вы присылайте, пожалуйста, как раз сейчас для этого самое время. Ранее бронирование. Да, у нас, конечно, идет в каждом СПУ у нас идет до определенной даты можно бронировать. Вот, просто фактически, да, я поставила семейство, что они так или иначе потом скомбинируются. Сейчас я вам скажу точно. Новый год, сейчас посмотрю. Новый год у нас у нас бронирование до 31 октября. И, соответственно, там идет на новогодний период минимум стей для этого, для скидки, 7 ночей. Асель, надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Если у кого-то еще есть какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте знать. Да, запись вебинара же у нас должна быть. Светлана, подскажите мне, пожалуйста. Мне кажется, у нас должна быть, мы говорили, что у нас запись вебинара будет. И материалы тоже все есть. Вот, если у вас какие-то еще там дополнительные вопросы, пакет напитков или еще что-то нужное. Да, вот Светлана подсказывает, что запись обязательно будет. Так что можете писать. Мне на WhatsApp можете спрашивать, если у вас какие-то там, да, вопросы конкретно по продукту. Если у вас запросы по бронированию, пожалуйста, вот обращайтесь в Алла-карт. Коллеги очень хорошо знают наш продукт, они вам ответят, подскажут, где чего есть. Можете у них все спросить. И, соответственно, посчитают. Юлия, спасибо вам. Елена, спасибо. Спасибо. Диана, вам тоже спасибо. Спасибо за ваше активное участие. Алла, Светлана. Тогда я с вами прощаюсь. Если какие-то вопросы есть, остаемся на связи. Хорошего вам всем дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok